Всем привет! Вы на канале TradeFact, на связи Глеб. И сегодня у меня на столе стоит хрустальный шар, который позволит определить, куда же пойдет биткоин все-таки к отметкам в 50 тысяч долларов, либо мы будем падать к району 30 тысяч долларов. Ну а если серьезно, я подготовил для вас довольно внушительный контент-план, по которому пройдемся и, в принципе, определимся с вероятностями, куда же пойдет цена битка, расскажу свой план действий, когда и где мы можем ожидать цену битка, в общем, расскажу, что делают крупные фонды, что показывают анчиметрики, что интересного у нас в стакане. Так что усаживайтесь поудобнее и будем начинать. Ну а прежде чем мы начнем, ребят, искренне хочу вас поздравить с Рождеством. Это действительно большой, великий семейный праздник. И прежде чем вы приступите к работе, к просмотру этого обзора, к анализу графиков, прежде всего уделите время своей семье. Ну а затем можно продолжить работать. Но самое главное, не забывайте отрываться от работы и проводить время вне ваших рабочих обязанностей. Ну а теперь давайте начнем. Прежде чем промониторить текущую ситуацию на крипторынке, нам нужно краем глаза хотя бы заглянуть, что происходит на фондовом рынке США, чтобы дальше вести вообще дальнейшую риторику, а что же мы можем ожидать на крипторынке. У нас в принципе две метрики, два индекса, которые важны. Это S&P 500, который находится всего лишь в полутора процентах, по сути, даже 1,3% от своих исторических максимумов. И это индекс NASDAQ, который уже побил свои исторические максимумы. То есть эти два индекса нам могут помочь сориентироваться, что сейчас на фондовом рынке США, да и в принципе скорее всего на ближайший месяц, 2, то есть на январь, на февраль, у нас пока что все довольно неплохо. И это довольно неплохо может само по себе драйвить крипторынок. Это номер раз, что сейчас стоит понимать. Теперь куда пойдет BTC глобально, локально, закрытие недельки, дневки? Давайте разбираться, то есть что у нас происходит глобально. Глобально напомню, что мы находимся по-прежнему в восходящей структуре, когда каждый high все выше, каждый low также становится все выше и не обновляет свои минимумы. И сейчас, да, мы подошли к отметкам в районе 44, и у нас здесь происходит заминка. Хочу сразу отметить, что пока мы не ушли ниже чем 32 тысячи долларов с закрепом хотя бы на дневки, мы по-прежнему остаемся в глобальной восходящей модели и ничто ее не нарушает. Поэтому глобально вы должны понимать, что рынок находится в стадии восстановления. И в принципе говорить о том, что у нас сейчас прям бычка, и мы будем выходить выше, чем предыдущие локальные максимумы, в общем выше, чем 68-69 до 1000 долларов за биток, ну еще пока что рановато. Пока что это больше похоже на стадию восстановления. То есть глобально у нас картина безизменна. Но локально у нас появляются некоторые интересные информации. Давайте посмотрим с того, как закрылась неделька. Неделька у нас закрылась зеленой свечой. По сути мы остались во флетовой проторговке в районе там 8-8,5%. И в принципе эта свеча для нас не показательна. То есть она не говорит о том, что по свечному анализу мы будем двигаться вверх или вниз. То есть она закрылась нейтрально положительно. Но теперь давайте перейдем к более мелкому таймфрейму и посмотрим, что же у нас происходит на дневке. А вот дневка дает нам небольшие подсказки, что вчерашнее закрытие красной свечой и обновление трех предыдущих дней, то есть мы закрылись ниже минимума и закрепились здесь, то это больше говорит в сторону того, что мы еще можем увидеть какое-то снижение в обозримые несколько дней. По крайней мере по свечной модели, как закрылась у нас дневка. То есть пока что на локальном таймфрейме у нас небольшой перевес в сторону того, что мы еще можем спускаться немножко ниже. Например, там от где-то 2,3% до 5% вполне себе может быть такое снижение. Это в сторону свечного анализа. Но помимо закрытия недельки, закрытия дневки, у нас есть как бы другие формации. И если я сейчас переключусь, например, на 4 часа, хочу показать кое-что интересное, что у нас в принципе сформировался вполне себе симметричный треугольник, из которого был ложный пробой вниз, он не увенчался успехом. И сейчас после того, как мы пробиваем этот треугольник, мы его филигранно тестируем, и цена потихоньку пытается сформироваться и уйти повыше. Но если бы не вчерашние сутки, которые в принципе немножко задор быков у нас угасили, сделали его меньше. То есть ситуация глобальна у нас в принципе хороший восходящий тренд. Ситуация локальна у нас видно, что быки немножко отстают, им нужно отдышаться, и пока что медведи слишком не пускают. Сейчас хочу сделать небольшую отсылку к предыдущему видео, потому что там есть очень важный апдейт. Что биткоин, кровавая баня впереди, так ли это или нет, это было как раз у нас в предыдущем обзоре. Здесь хочу показать две вещи, что мы получили минимальную коррекцию как раз на 40500. То есть кто смотрел предыдущий обзор, вспоминает, что зона 40400-500. Это как минимально допустимая коррекция, куда мы как раз ходили, и отсюда цена у нас отскочила. То есть какая-то минимальная коррекция, которая рассчитывалась, у нас состоялась. Но гораздо важнее вспомнить такую мысль, ключевая зона на графике BTC, которая 70% вероятностью покажет дальнейшее направление цены. И напомню, что эта зона была в этой точке. Во-первых, 0.23 коррекция по FIBO, во-вторых, горизонтальный уровень, и третье это глобальная трендовая розового цвета, которая у нас уже довольно давно шла. И вспоминая предыдущий обзор, хочу сказать, что закрепление надневки с пробитием этой трендовой свидетельствовало бы в сторону того, что мы пойдем сюда, либо же вот сюда. То есть у нас будет более существенная, более масштабная коррекция. Но отсюда мы получили обратную реакцию. По сути надневки мы даже не закрепились в пробитии треугольника. Мы стукнулись в начало диапазона 40500, и отсюда цена в принципе довольно быстро отлетела. Но если посмотрим на 4-х часовик, то увидим здесь прикольную классную бычью формацию, на которой я, кстати, заходил в ланги. Дальше, конечно, будем говорить о том, какие сейчас сделки лучше всего открывать, но спойлером заранее поделюсь, чтобы вы обращали внимание. Когда у нас идет, например, пробой формации, это довольно будет полезно сейчас для вас в обучающих целях. Там не важно, трендовая, треугольник. Мы видим, что происходит пробой формации, какое-то закрепление, но как только вы видите вот такую вот свечу, что красная свеча, здесь у нас большой хвост, и затем цену потихоньку начинает откупать и выводить. Это на более мелком тайфрейме, например, на 4-х часах. Потом смотрим, как закрывается дневка, что она закрывается в принципе большим хвостом снизу вверх, и мы снова заходим в этот треугольник, то на интродэй, кто торгует внутри дня, это отличная сделка для входа в лонг, соответственно, с минимальным стопом. Например, вы увидели, что отрисовалась такая картина, снова заходим в треугольник, и, например, мы заходим где-то здесь, то у нас минимально понятный стоп, ну, допустим, в 3% было бы комфортно вынести за этот и за этот хвост. Я описываю логику, как размышлял я и в какую сделку заходил. То, соответственно, для нас, если у нас 3% стоп, там от 6% в 6-9%, было бы неплохо фиксировать уже профит. И видим, что на пике мы доходили где-то до 7,2%. В принципе, сделка весьма комфортная. У меня уже 70% этой сделки закрыто, 30% стоит в безубытке. Так что на такие формации стоит обращать внимание. Сейчас вот с текущим рынком это наиболее действующая формация. Когда у нас идет якобы пробой какого-то тренда фигуры, затем, если по свечному анализу, я смотрю, 3 часа и 4 часа у нас происходит вот такая отрисовка, обращайте внимание, как закрывается дневка, и, скорее всего, это будет максимально лонговый сигнал. Ну, либо же, да, если у нас пробой идет в сторону низа, отрисовка свечи у нас идет уже сверху вниз, вот что-то такого формата, дальше закреп, ниже-ниже спускаемся, то, соответственно, это более шартовый сигнал. Это я немножко спойлером закинул, как с такими формациями можно работать, но к этому мы еще вернемся. Теперь давайте обращаем внимание на дневку, все-таки отвечая, по крайней мере, на локальный вопрос, что может происходить дальше с битком. Как по мне, сейчас давайте объединим тему, какие сделки открывать и куда пойдет BTC, потому что, в принципе, одно не исключает другое. Как по мне, если мы хотим работать от лонга, для нас сейчас самые вкусные зоны работы от лонгов, это в этом промежутке, соответственно, вынося стоп за хвосты и за эту трендовую. Но, по сути, идеальный стоп немножко ниже, чем 40 тысяч долларов. То есть, здесь заходим, например, здесь средняя, вот стоп и вот потенциально наш, как бы, take profit. В принципе, неплохая затея. По крайней мере, как интродэй, можно с этим будет поработать. Опять же, сейчас может быть и обратная ситуация, то есть, можно работать в рейнже, как от лонгов, так попробовать и от шортов. От шортов у нас еще более понятная картина. Все, что находится в этой зоне, у нас шортовая картина. Стоп у нас не должен быть большим, немножко выходящим за предыдущий локальный хай, ну, например, куда-нибудь сюда. Аналогично, да, то есть, вот наш стоп и вот наш потенциал, где мы забираем take profit по шортам. Сейчас я больше смотрю все-таки сторону поработать от лонга, но, тем не менее, если вы скальпер, интродэйщик, то для вас не составит проблемы работать в обе стороны, потому что локально у нас сейчас нет каких-то вот таких явных сигналов, которые бы сигнализировали, что мы выходим сейчас вот сюда, либо же выходим вот сюда. Но у нас есть сигналы не по техническому анализу, дальше мы к этому придем, которые нам больше с уверенностью говорят, что мы пойдем либо к 30-ке, либо к 50 тысячам долларам. Но об этом мы еще поговорим попозже во второй части видео. То есть, локально моя рекомендация сейчас работать как от лонга, показал, куда выносить стоп, так, в принципе, и от шорта. Но это будет наиболее сдержанная стратегия, потому что, уверяю, никто не знает, что будет из этого флета, куда, в какую сторону у нас сейчас локально будет выход. Надеюсь, с этим определились. Теперь кое-что интересного по стаканам BTC. Если раньше у нас зона там 40-42 500 была не такой плотной, то сейчас котировок и плотности добавилось как на Binance, неплохо добавилось на бирже Bitfinex, появилась сотка. У нас есть зона на Coinbase 42-41, и у нас есть, сейчас пойдем дальше, в бирже Bitmex хорошая прям поддержка появилась, даже 39-700 можем взять. По Kraken ничего нет, то есть у нас зона, да, 40-42 500, в принципе, немножко активировалась, стало плотнее. Также у нас без изменений 39-37,5 остается зона, но что у нас от обратного, от продавца, от ASCO? У нас как бы основное сейчас идет сопротивление 44 тысячи, тире 45 тысяч долларов, то есть у нас здесь стало больше котировок. Ушли котировки, которые были там в районе 43-43 500, аналогично видим, что 44-45 тысяч по бирже Bitfinex сильно, и по 44-600, и видим, да, на бирже Coinbase немножко аномально до 45 тысяч, и 45 тысяч стоит 325. То есть на Coinbase, ну, кратно усилилось сопротивление. То есть о чем это говорит? Да, о том, что стратегия, которую я вижу релевантной, да, 10% флэт, в нем попробовать поработать, да, вот сюда стопы и также вот сюда стопы, как от ланга, так и от шарта, возможно, на ближайшую неделю будет не такой уж плохой затей, потому что можно будет потрейдить, не гадать, куда будет выходить цена, вверх либо вниз, и, в принципе, с этого забирать профит. По крайней мере, зажимы в стаканах нам, ну, как бы об этом говорят, что пока что цену не направляют там вниз, либо же вверх. Что касается ленты сделок, она у нас почти что нейтральна, на 140 битков больше немножко преимущества у покупателя, каких-то крупных котировок не было, но, в принципе, лента нам сейчас особо не помогает, а вот стаканы говорят о каком-то флэте на ближайшую неделю. Это что касалось стаканов, но сейчас стоит держать в уме несколько важных вещей. Первое, что делают фонды плюс анчейн метрики и биткоин ETF. Биткоин ETF, это у нас есть несколько крайних дедлайнов. Это район с 8 по 10 января, и по некоторым фондам, например, такие как BlackRock, у них, по-моему, крайний дедлайн это 15 января. И, по сути, начиная с текущего, там, 25 декабря, по 15 января у нас остается там немножко больше, чем 3 недели. В рамках этих трех недель у нас может состояться действительно принятие официального спотового биткоин ETF, что будет очень хорошим краткосрочным драйвером цены. Почему хорошим и почему краткосрочным? Краткосрочным, потому что на ожиданиях по биткоин ETF, вот весь этот рост битка, там, с 26-27 по вплоть до 45 тысяч долларов, это, в принципе, на прелюдии, на предвкушении, это нормально. То есть, если в момент принятия ETF мы еще там подлетаем куда-то одной свечой за там буквально пару часов, то потом вполне себе может быть такая картина, что у нас будет небольшой флэт, и потом очень сильная и очень масштабная коррекция. Так что не стоит думать, если биткоин ETF принимают, мы улетаем на луну и дальше уже безоткатно идем на исторический перехайп. Нет, это очень маловероятный сценарий. Скорее всего, будет какой-то краткосрочный импульс там на часовике, может на 4-х часовике, но затем, скорее всего, цену либо пустят в боковик, либо уже будем видеть более глобальную коррекцию. Потому что всегда так работает, что новости отрабатывают по факту, вернее до этого, до самого принятия, и в момент принятия это будет как еще такой приятный бустер, но потом может цена очень сильно охладеть. Это что стоит понимать по поводу биткоин ETF. То есть сейчас мы сидим как на пороховой бочке. ETF приняли, но скорее всего мы все это дело ломаем и улетаем в 47-48, а может быть даже 48-52 тысячи долларов. Наоборот, у нас там крайний дедлайн, биткоин ETF везде отказали и BlackRock, но скорее всего это будет более масштабная, более серьезная коррекция. Поэтому мы не можем принимать решения за людей, которые влияют на биткоин ETF, примут его или нет. И мы, в принципе, вряд ли, мое окружение, оно как-то к этому приближено, что они заранее узнают инсайт. Поэтому не стоит на это делать большие надежды, примут, не примут. Но сейчас, судя по тому, какие процессы происходят, большей вероятности, там может 60, может быть даже 70%, что его примут. Но так как мы не можем влиять никак на это решение, то лучше работать от того, что дает нам рынок. Теперь мы можем смотреть на действия более умных, более крупных денег, что делают они. По некоторым анчейн-метрикам, я сейчас уже не буду показывать, чтобы не был большим слишком обзор, я вижу, как биткоин периодически продают и придают на миллиарды долларов. То есть это происходит уже не первую неделю. То есть, по сути, весь рейндж там 44-41 тысяча долларов у нас распродают потихоньку биткоин. Это по анчейн-метрикам. Теперь сюда же добавляю, что делают фонды. Например, последний отчет от CoinShares, который был 6 дней назад, уже на дням должен выйти свеженький отчет. Что мы видим? Мы видим, как у нас происходит отток, в принципе, по всем фондам минус 15,8 миллиона, но особенно у нас происходит сильный отток минус 32,8 миллиона по битку. Но почему эти цифры разнятся? Да потому что у нас подошел неплохой приток в Солану, кстати, о Солане еще поговорим, в Ripple и в Cardano немножко пошло. Но с битка как бы большая часть сейчас уходит денег. В принципе, здесь вполне понятно, почему так происходит. С одной точки зрения, там, рейндж 42, или там 41-44, это хорошо, чтобы разгрузиться, частично зафиксировать прибыль перед новогодними праздниками. Перед тем, как если там ваша средняя была, ну, грубо говоря, там в районе 20, либо же там 30 тысяч долларов, то забрать там от 2x, либо немного больше, либо даже 50% на крупных деньгах по битку, это вполне себе здравая идея, где частично, либо полностью фиксануть всю свою прибыль. Отсюда мне максимально понятны и логичные действия фондов. Но, может быть, такой сценарий, что наверняка кто-то из более крупных смарт-денег понимает все процессы, что сейчас из-за спотового биткоин ETF может быть неопределенность, даже если его примут, может цена немножко задрайвить, но потом, скорее всего, нам сулит в каком-то обозримом будущем более серьезный откат. Либо у кого-то есть уже инсайды, что, возможно, все будет не так гладко, возможно, все снова куда-то пролонгируется, ни к чему не придут, и это, скорее всего, будет большим негативным триггером для всего крипторынка. В общем, что я могу сказать? Что действия фондов, плюс действия, которые происходят, они, видимо, недоступны по ончейн-метрикам, сейчас потихоньку биткоин сливают. Некоторую альту пытаются докупить, но биток сливают. Что это должно говорить? Это должно говорить нам прежде всего, что сейчас делать с позициями, которые мы среднесрочно и долгосрочно холдим. В общем, что делать с монетами в долгосрок? Шестой пункт. Что сейчас делаю я? Если вы смотрели предыдущие обзоры, вы знаете, что в этом рейнже, там среднее где-то 42-43, у меня было продано 15% от всего BTC, который я, ну, как инвестор, держу на совсем долгосрок. Что поменялось? За последнюю неделю, примерно там по прайсу 43, может быть 43-500, я продал еще 5% от всего своего битка. То есть сейчас у меня 20% зафиксировано, и пока что новых продаж я не планирую делать. В случае, если биток уходит на более мощную коррекцию от 15% и более, я обратно весь этот объем в 20% буду выкупать. Дальше поговорим, все-таки отвечу на вопрос, куда же 30, либо 50, но сейчас важно сформировать всю эту критическую массу, что происходит, что с Bitcoin ETF, что делают фонды, что по техническому анализу, и потом дам конкретный view, что куда же пойдет у нас Bitcoin. Потому что, если сразу сказать, да там Bitcoin пойдет на 50 тысяч долларов, эти слова ничего не стоят. Они стоят, когда есть определенная аргументация и анализ рынка. Так вот, отвечая на шестой пункт, что делать с монетами в долгосрок? Я делаю 20% фиксации битка уже по текущему рейнджу. Все, что по альтам дало мне больше, чем 2x, я те же 20, даже где-то 25-30% скидываю по некоторым альтам, которые показали минимум от 2x от моих точек входа. И я буду рад, только если рынок дальше продолжит расти, у меня как бы остается еще большая масса, там больше 80% по битку, по альтам где-то 70-75%, с которыми я готов идти, готов продавать в следующем рейнже, там часть, да, 5-10% и так далее. То есть я буду этому только рад. Но если будет коррекция, то опять же в случае коррекции откупаю биток от 15% коррекции. Ну, соответственно, альты должны скорректироваться немножко более серьезно. Что меня еще настораживает в плане ближайших действий и почему может быть откат? Если мы посмотрим на такие альты, как Део, Дау Мейкер, который уже скорректировался на 22%, С Юнт, который потихоньку выходит из своих восходящих формаций 27%. Что еще интересного можем глянуть? Давайте посмотрим на Айоту, которая также у нас потихоньку корректируется, Доги, который также корректируется. Хочу подчеркнуть, что не все альты показывают картину, у нас есть абсолютно обратная сейчас сторона. Если мы посмотрим, например, на Кейк, который очень неплохо вышел из своего длительного накопления, ну, Солану, думаю, тут и так все понятно. Новые исторические, вернее, локальные максимумы, до исторического максимума нам остается слегка больше, чем 120%. То есть Солана просто перформит весь рынок. Это видим по тому, что сейчас делают некоторые из фондов, что они сливают в Солану деньги. Это, конечно же, связано с Аламеда, которые заводят все свои там накопления в Солане, которые довольно солидно исчисляются в сотнях миллионов долларов. Они уже большую часть продали, сейчас еще что-то допродают. Не удивлюсь, если весь этот кратный рост их рук дела, ну, то есть, да, наняли определенных маркетмейкеров, да, монета толстая, большая, это сделать крайне тяжело, но с их возможностями, связями и капиталами это, ну, можно немножко было бы забустить. И, согласитесь, приятнее продавать их миллионные капиталы не по 20, там по 30, да, либо же вообще, когда мы были здесь, ну, уже где-то от 50 до 100 долларов за Солану. Даже в текущий момент это более чем 100 долларов за Солану. Что интересного по Солане, если вы являетесь CEO-холдером? Мы пробили критически важный уровень 46,7, либо же диапазон вот этот весь там 46-55. Дальше мы подходим к следующему важному диапазону, уже ударились его нижнюю границу. То есть, здесь, в этом диапазоне, плюс-минус текущего цен, я бы делал уже значимую фиксацию позиции по Солане. Например, у меня есть 100%, минимум 30% в этой зоне у меня было бы продано. То есть, да, она может пойти выше, она может даже пойти на свои исторические максимумы, но на это у меня как раз и останется там 70% монет. То есть, уже монета показала колоссальный, просто огромный рост. И этим ростом глупо не воспользоваться и не зафиксировать хотя бы часть своей прибыли. Стоп мюзик. Вот, и в продолжении темы, что Солану лучше сейчас зафиксировать, да, там, небольшую хотя бы часть, там, от 15% до 30%, я думаю, что при более серьезной коррекции очень вкусно можно ее будет откупить. Но, по крайней мере, с текущих цен, если мы увидим коррекцию, то район 60-46, у нас довольно вкусный район, чтобы ее откупать. Опять же, глобально, вряд ли она за один день туда свалится. Кто переживает, что не успеет откупить, то коррекции на 30% тоже будет достаточно, чтобы ощутить, как бы, хорошую, весомую прибыль, что вы это все дело не зря фиксировали. Поэтому давайте немножко кумулятивно. Некоторые альты у нас перформят, такие как Солана, либо на Солане некоторые монеты. Если мы пойдем там, токен Slim посмотрим, это инкубатор проектов, который на блокчейне Солана называется Соланиум, то он также показал просто потрясающий рост, больше, чем на 10 иксов. И сейчас немножко видим откат. Ситуация у нас неординарная, потому что некоторые альты у нас показывают свои локальные максимумы, но есть альты, которые уже первыми показывают более существенную коррекцию, пробивают какие-то фигуры, да, там по типу треугольников, либо трендовых, либо важных горизонтальных уровней, что также может наводить на мысль, что быки потихоньку у нас выдыхаются. И теперь отвечая на вопрос 30, либо же 50 тысяч долларов на ближайшую там тире 2-4 недели, что можно ожидать? Первое, рекомендую вам подписаться на свой телеграм-канал, ссылочку на него оставляю в описании под видео. Здесь писал очень важный пост, сразу буквально через день, как вышло видео Биткоин Кровавая баня, за 19 число, вот максимально подробно расписал, что сейчас происходит, что будет дальше. И здесь написал сценарий, что будет происходить, и пока что он максимально релевантный. И еще попрошу, ребят, кто не принимал участия в этом голосовании, обязательно примите, мне важен, очень важен ваш голос, потому что реально готовлю классный масштабный продукт. Думаю, абсолютно всем он понравится, пока что не буду спойлерить. Он будет бесплатный, но такого я еще не делал, там, в общем, немножко позже расскажу об этом, и от вас важно услышать голос. Теперь, отвечая на вопрос 30, либо 50 тысяч долларов, какой я вижу сценарий. Чисто по техническому анализу, нам сейчас что-то отрисовывают, похожее на двойную вершину. Первая вершина, вторая вершина, и сейчас у нас идет, как бы, завершение, да, вот этой формации, двойная вершина. Если по постулатам технического анализа следовать, то, как правило, после этого идет вот какая-то такая коррекция, но дальше уже может быть что угодно. Коррекция эта может произойти, как раз в районе, там, 38-36 тысяч долларов. То есть, вполне себе можем увидеть эту коррекцию. Как бы, идеальная органическая картина для продолжения роста, это вот такой вот сценарий. Уходим в коррекцию, либо зона раз, либо зона два, куда-то промежуточно. Отсюда цена у нас плавненько выходит, снова ударяется сюда, видим реакцию, и заход в зону 47-48, либо же сразу в зону 48-52 тысячи долларов. То есть, это максимально технически правильная картина для продолжения роста, для, тем не менее, снятия напряжения сейчас с быков, которые, да, не могут пробить этот диапазон. Здесь перезарядились, перестояли, и дальше можем продолжать идти в рост. Что для этого должно происходить? Во-первых, никаких форс-мажоров на макроэкономическом уровне в США, никаких отказов по Bitcoin ETF, и, в принципе, это была бы весьма логичная картина перед праздниками скорректироваться, здесь собраться ликвидности, добраться, кого-то вытрусить по лангам, и дальше плавненько уходить в зону 47-48, либо сразу 48-52 тысячи долларов. Пока что этот сценарий я вижу наиболее реальным, но, возвращаясь к этому посту, что у нас двойная вершина может быть не обязательно там, да, где мы уже были в районе 44-400 тысячи долларов, а двойная вершина у нас также может быть в диапазоне 45-46, то есть тот самый перехай, чтобы собрать ликвидность как раз с шортистов, кто сейчас начинает шортить, да, выносят сюда свои стопы, дать немножечко выше, то есть адресовать ту же самую вершину, но через перехай, и дальше с тем же сценарием уйти на коррекцию. То есть, чем больше времени у нас не происходит такой масштабной коррекции, тем вероятнее, что она будет. Но поэтому у нас не, вернее, при этом у нас не нарушается глобальный план, что по битку мы находимся глобально в аптренде, коррекция все-таки назревает, будет либо она с текущих цен, либо через небольшой перехай, но все-таки она как бы должна быть. Если вдруг у нас выходят раньше новости, что принимают Bitcoin ETF, кстати, то, что вы сейчас читаете по BlackRock, что где-то к 3 января они откроют свой Bitcoin ETF, это не то же самое, это немного другая модель, то есть, под обеспечение они будут покупать реальные битки, это все будет номинально, это не одна и та же история, так что не ведитесь на эту новость и не думайте, что это наконец-то то самое одобрение спотового Bitcoin ETF от комиссии по ценным бумагам США SEC. Нет, это не одно и то же. В общем, сценарий у нас что-либо с текущих будем уходить на коррекцию, либо как минимум локально пойдем к равену 40-41 тысяча долларов, дальше пойдем вот по такому сценарию, либо через небольшой перехай, не заходя в эту зону, также можем увидеть коррекцию. Единственное, что сейчас из новостного фона может нарушить это все, если вот прям сейчас, там на ближайшую, ближайшую неделю мы получаем позитивную новость, что кому-то одобрили спотовый Bitcoin ETF, то здесь моментально одной свечой либо на дневке, либо на часовике, 4-х часовике мы можем залететь в эту зону и в принципе будет логично, тогда уже будем смотреть по ситуации, как у нас цена будет крепиться, здесь и будет ли она крепиться, что у нас будет происходить в стаканах, тогда это будет максимально релевантная картина и как раз посмотрим на действия по Unchain метрикам, что делают крупные капиталы, что делают фонды, но пока картина такая вяло текущая, что коррекция у нас может быть, я не ожидаю, что мы будем уходить сильно ниже, чем 33 тысячи долларов, потому что там у нас будет пропасть и мы на грани обновить наш глобальный сценарий, то есть закрытие в районе 32 и ниже, это будет очень плохо для глобального восходящего сценария, то есть скорее всего, если будут коррекции, то зоны я уже показывал, зона номер 1 и зона номер 2 без изменений, куда-то хвостом можем коснуться сюда, но абсолютно не факт, но и дальше все-таки на выход, на новые локальные максимумы, поэтому отвечая на вопрос, все-таки я вижу ближе 50 тысяч долларов, нежели закрепление ниже, чем 33 тысячи долларов на дневке, то есть сценарий у нас не поменялся, даже если спотовый биткоин ETF сейчас не будут принимать, его пролонгируют, скорее всего мы получим значимую коррекцию, но вряд ли эта коррекция нас отправит к 30 тысячам долларов, все-таки наиболее релевантный сценарий поход на 50 тысяч долларов, просто не ожидайте, что это будет так просто, с текущих цен, если с текущих цен, только через новостной фактор, ребят, повторяю по нескольку раз, не с той целью, чтобы подушнить, потавтоложить, потавтоложить, наверное нет такого слова, в общем, заняться тавтологией, а лишь с той целью, чтобы уяснилось у вас в головах, как можно, как лучшим образом, что рынок, он многогранен, на нем может происходить все, что угодно, но есть определенная логика событий, да, есть ребята, на которых можем смотреть, фонды, что происходит на анчине, есть постулаты технического анализа, которые больше работают, чем не работают, есть экстренные новости, которые у нас подвязаны на биткоин ETF, вот вокруг этого и будет строиться, что будет происходить дальше, мой сценарий по сделкам, по инвест портфелю, вы знаете, и в принципе, также мой глобальный сценарий, на ближайшие, там, 2-4 недели, вы знаете, что скорее 50, нежели там, ниже 33 тысяч долларов, на этой ноте буду с вами прощаться, если такой подробнейший, разжеванный для вас обзор был полезен, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, также подпишитесь на телеграм-канал, потому что здесь выхожу текстом, то, что не попадает на ютуб, и для многих уверен, что это очень полезно, не забудьте отдать ваш голос, что вы, вернее, к кому вы сейчас относитесь, новичок, что-то умею, опыт более года, в общем, почитайте, для меня это важно, а всем желаю хорошего дня, еще раз поздравляю с праздниками, не забудьте провести время с семьей и отложить хотя бы на несколько дней работу, и всем желаю хорошего дня, пока!